И всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, канал Black Horror. И сегодня мы будем играть в игру Вирджиния! Вот она, данная игра. Ну что ж, как уже известно, мы проходили демо-версию данной игры на канале, которая мне даже очень сильно понравилась. И вот, вышла уже полноценная игра, которая, как известно, вроде бы мне, проходится где-то за полтора часа. Так что данную игру мы сможем пройти где-нибудь за три видео, я так считаю. Ну, как получится, так и по порядку. Давайте новая история. Begin! 505 Games. Интересная вообще студия. много какие игры делают. Так вот, если подумать. Что я только не видел от них. Такого интересного. Но вот это Variable State, это уже сами разработчики данной игры. пятьсот пять тысяч пять games, это просто спонсоры. Летом 1992 года ФБР провел, провело расследование в маленьком городке в штате Вирджиния. На основе официального отчета было написано эта история. Ммм, она даже настоящая. Пятьсот пять games представляет. Пятьсот пять games. Совместно с Variable State. Прямо знаете, по графе, но она так напоминает аж Firewatch какой-нибудь. Джонатан Бурдж какой-то Терри Кенни продакшн. Интересно. Вирджиния. Музыка и звуки Линдона записаны. Керен, блин, за эти звуки вот бы мне как подых бы не дали. Эх! Сценарист Стефен Браун. Стефен. Джонатан Бурдж. Я надеюсь, я полтора часа не буду посмотреть на одни только титры. Музыка создана там каким-то как это группой, которая первое слово состоит из города. Ладно. ждем. Директор Джонатан Бурдж и Терри Кенни. Начнем. Агнец. Бурдж Геймплей. Директор Бурдж и Терри Кенни. Директор и Терри Кенни, Что-то у нас. Сумочки. Помада. Я неоспогодный. Ладно. Куда я направляюсь? Куда бы я ни направлялся, просто идем. Куда? Музыка. Видите, да, эту тень? Я ее тоже вижу. Интересно, я, если честно, пока что ни черта не понимаю. Это нормально. День. Ну-ка, стопороника. Так, проходи. Нифига себе. Ой, это мы на сцену идем? Аплодисменты. Аплодисменты. Я нервничаю. А вы мне долго будете? Секундочку, дайте мне сказать. А, надо просто было поздороваться. Морочили значок. Приглушенный звук кардиометра. Это интересно. Где это? Это где-то там. Так, секунду, у меня... У меня просто бывает такое, что наушники могу задам вперед нанить. Поскольку здесь два провода. И из-за этого есть такая иногда путаница, что не поймаешь. Из-за этого спуститься вниз я не могу. Ну, хотя звук идет оттуда. Это явно. Секунду, секунду. Страна, я думал, от другого министерства. Каких-то здравоохранения. Так, мы дома. Я понял, какой-то баррлич начался. Ну, или это просто резкое зак... Санку меняет. Next. Маменька. Можно понять приблизительно, что нам сюда. Скрипт. Двери. О. Это я. Это мы уже видели в демоверсию. Такую... Какую-то... Бильберду, когда мы можем ходить. И при том, мы вроде как спим. Но... Бильберда есть Бильберда. Ну, это мы. Это я, Мам. Вырубись на... Да ты вырубись на... Да ты... Да ты... Не. Я так выгляжу, как же до утра. Не, нет. Будет длинненько, но... Я так пытаюсь на телефон такать. Чтобы он вырубился. Все. Довольно-таки интересно. Так. Давайте-ка сядем более прямо. Идем умываться. Что мы делаем первым в делу? Мы идем умываться. Здрасте. Я с седними волосами. Интересно-интересно. О, такая. Ну, не чертайся. Так быстро собираться. ФБР. Значок ФБР. Это круто. Тоже хочу с такой значок. Так. Давайте гугл подкрасим. Прежде всего. Что вы подкрасили здесь? А, помада что-то... А что ты его выкинул? Я что-то не понял. Ладно. А нету. Ее в мусорном ведре. Не до чата. Не до чата. Так, ладно. Идем на работу. Обычный день. Снятся страшные сны. Ты просыпаешься. Умываешься так за... Два счета. И... Идешь дальше. Ладно. Открываем дверь. Ну, выход там. Мне явно нужно туда. Куда ж еще? О, елопало. Как будто склейка произошла. Как будто вы можете подумать, что я склейку здесь. Ну, это прикольно, что мне не приходится самому спускаться вниз. Знаете, что-то мне кажется, давайте музыку мы сделаем чуть потише. Она очень сильно орет. Иногда, когда я хочу что-то сказать... Ну, отлично. Я не могу сделать музыку тише. Продолжите историю. Давай. Мы идем... Понедельник. День первый. Обычный день. Лифт, кстати, сделан точно-точно, как фаер-ботч. Звоночек. Лифт приехал. Он мне при этом ничего не сказал. Вы заметили? Я это заметил. Угу. Угу. Я должен идти, наверное, небось... Прямяко... Туда. К центру событий. Здрасте. Это мой кабинет? Да? Здравствуйте. С вами можно поздороваться? А? Кабинет заместителя директора. О-о-о. Not bad, как говорится. Не... Ну, заместитель директора не я. Вот что я понял из этого. Да уж. Ничего не объясняют, но... Сидим и смотрим. Хм. Нет. Что? Федеральное бюро расследований. Внутреннее расследование. Ну-ка, дай-ка мне. Что тут у нас? Спи... А... Угу. Показания заместителя директора от 11 мая 1992 года. Касательно специального агента Марии Гальперин. Э! Эй! Вы чё, ёлы-полы? Так дела не работают. Я ж не дочитал. Звоночек. Лифт приехал. Звоночек. Эх, а документы мне не достануть. Кстати, я могу идти вперёд на правую кнопку мыши. То есть я могу вот так вот сесть. И расслабиться, зажать правую кнопку мыши и идти куда-нибудь. Это никакого экшена. О! Быстро! Без условий мы быстро все идём. Слушайте, мне даже нравятся вот эти вот переходы, но... Из-за этого очень много части геймплея лишаются, и теперь понятно, почему игра должна быть такой короткой. Представляете, вместо того, чтобы идти вот это вот лишнее расстояние, которое я сейчас иду, А он вот так вот отрывками. Пэм, мы тут, бэм, переход очень крутой. Я не знаю даже... То есть сделано реально круто. Я даже не замечаю этого практически. Он не останавливается персонажа. Он просто идёт вперёд, и перед ним меняются все картины. Геймплейн, он не меняется. Поэтому сделано это, если честно, очень круто. Так-то. Так, а вот та самая женщина, на которой у нас какое-то дело. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, вообще-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ух ты, ё-моё, подожди-ка. Слышь, аллоу? Хм, чё тебе надо? Никаких голосов. Ничего не озвучено, как я понял. Ну ладно. Сложила какой-то документ и пошла. Сидим. Представьте, как это со стороны выглядит, когда мы так нагнулись. Где? Машина? И куда это мы едем? Вот представляете, вот смотрите, вот сейчас мы едем по тоннелю и сейчас стопотняк опять будет какой-нибудь скачок вперед. Это реально круто сделано. Он не замечается. Ладно, когда мы едем, сейчас. Но мы недавно шли пешком. И когда произошел скачок в этом плане, это было нечто. Не нравится только мне, что музыка здесь постоянно играет. О, видели. По радио играет кантри. Что-то я мог взять. Что там? Что там? Сахар? Ну, давайте-ка на себя. Хочу сахарку. Так нагло принесла чек. Мы только кофе пили. А, что-то ели еще. Ты куда пошла? Подожди, мне даже нельзя... А, мне нужно было чек оплатить. Отлично. И сколько-то доллар. И смайлик. Вот это перехочет был. Лукас. Стопа дверь. Интересно. Девятая квартира. Это мы уже помним было в демо-версии. Это было очень круто. Сын данной семьи пропал. Как видно, отец священник. Ну, дома. Комната Лукаса. Где мы, как уже в демо-версии помним, нашли... В нем... Одна деталь. Эта деталь была тут. Я только одного не понял. Это мы нашли? Или... Это мы уже знали об этом? Ну... Заходим. Здесь можно наблюдать его. Какие-то фотографии. Как он следит за кем-то. За одним, за второй. Пуфик. Пуфик, это круто. Его дневник. Играл на электрогитаре, это круто. Лукас. Это просто потрясающие такие переходы. Виджет тормоза. Буйвол. Другими словами. Бизон фыркает. Фыркает. Представляю, такую... Типа... Понаехали. Аж дорогу не дают перейти. Ночь. Понари. Улицы. Я иду по улице. Заезжаем на заправку. Ну, здрасте. И вот я помню, пока она пошла, мы как-то можем быстренько шариться. Так... Нечего нет. Типа, могли что-то найти. Вот, например, письмо. Мария Халперин. Что-то... Фигня какая-то. Музыка играет где-то рядом. Это сейчас подъедут. Вот, смотрите-ка. Тук-тук. Так... Так, сумка. Вот в сумку бы заглянуть. А, все уже. Ну, что-то... Она не заметила. Быстренько. Нам на нее дали какое-то дело. Подозрение какое-то есть. Непонятно это, конечно же, если честно. Нечего не ясно. Вторник. Блин, аж так. Ду-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю... Лукас. Посетите в научном центре обсерватории Кэнон. Кэнон. Интересно. Научная обсерватория. Лукас. Есть какая-то взаимосвязь. Пещера. И вот опять мы засыпаем. И начинает какой-то псевдо-призрак ходить. То есть это мы. И вот идут воспоминания. Сдук молотка. Смотрите, все, кого мы видели недавно, сидят просто здесь. В квартире что-то тусуют. Отец заколачивает дверь. Это просто страшный сон. Ничего больше. Скажу я вам. Страшный, страшный сон. Двигатель набирает обороты. То есть, что мы обычно видим, когда мы спим? Мы проецируем наши воспоминания. И они настолько абстрактны. Иногда бывают настолько... Блин, какие-то... Здрасте, был. Бизон фыркать. Ну, бизон, ладно уж, не фыркать. Я понял, что ты бизон. И все эти чувства, они и есть, на самом деле. Звоночек, рефт приехал. Ну ладно, идем. Здрасте. То есть, тем самым, сон всегда может быть какой-то билибердой. Другими словами. Как мы, естественно, потом и понимаем. Так. Столько дверь. Ее здесь нет. Медальон. Что их за медальон вообще? Я без понятия, кто это. Да, это не она. Дочь ее. Кто еще? Выходим. Представьте себе какое-нибудь авторское кино, в котором происходит вся эта вещь, которую мы видим сейчас. Тут нет клише. Нам пока что вообще ничего не раскрывают. Вдалеке будут птицы. Вообще никто ничего не говорит. Как-то я уже успел спуститься. То есть, вот мы и идем. Известно было в самом начале, что дело касается пропажи мальчика. И то, что история сама реальна. А больше... А большая часть, которую мы здесь... Видим это. Просто какие-то нарезки из воспоминаний. Притом, ничто абсолютно не комментируется. Что мы сейчас нашли? Кто нам это скажет? Никто. Как видно, клише... Здесь такое стандартное. Отсутствует. Но это не значит, что это плохо. Нет. Если это подано хорошо, то это будет всегда хорошо. И птичка щепечет. Ну давайте... Откроем. Она напоминает, знаете, у нее... Она так сделана, как... Эти... Персонажи на вью, когда создаешь. А. Птицы молчат. И не ясно. Следующим кадром, что нам... А вон... Сидит. Неплохо. И так... На голову прилетел. Открыто достижение. Мадам. Так я понял. Ей подарок принесли. Ну то есть... Поздравляют, наверное, с раскрытием какого-то дела. Ну то есть мы нашли убежище. Это... Вот что было отсюда ясно. Что... Почему все это... Непонятно до сих пор. Абсолютно. Абсолютно. Птица. Такая лежала, себя лежала, пока к ней не подошел, главный герой не тыкнул. Она такая... Э! Ты чё? Я улетел. Дурак, что ли. Музыка играет где-то рядом. Ухает сова. Ну вот мы вернулись на... Обратно. Да здесь молодёжь тусовится. Вот это... А нет, смотрите, вот магнит. Ну и чё? Может быть это опять? Слушайте этот... Сон какой-нибудь. Кто он вообще такой? Что он здесь делает? А, ну ты видите, молодёжь приехала буяней, скажем, на место преступления. Эм, другими словами. Эх, забуянца-то тебе сейчас как поднадам. О, наш бабочка. Ну, не совсем бабочка, наверное, выкидная нож. Интересно. А что? Бумажник. Хрень собачий. Так, вот у нас есть виджудоки, так сказать. Угу. Что это? Молк какой-то. На мини-констракшн. Что это? Ну ладно. Интересно. Ложимся спать. Интересно всё это, конечно. Интересно. И ни черта непонятно. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Среда. Ну, то есть, есть такое некое представление о всём этом, да. Ни больше, ни меньше. Странные звуки. Это сон. Приклушённый звук. Кардемометр. Порышка. Зловещий ритмичный звук. Вау. Интересно. Пропал Лукас. Жуткий виск. Мёртвая птица. Мёртвая птица. Девушки отдыхают. Это всё интересно. Часто продолжаю отекать. Это воспоминания сейчас идут. И она, как это она с ним, рассматривает. Тревожная музыка. Чем же она тревожна? Электронная база ФПР. Логин. ИВ-58-85-69-7. Пароль. Ход выполнен Тарвер и Анна, спецагент. Видите запрос? Гальперин. Найдена одна запись. Гальперин. Мария. Имя Гальперин Мария. Допуск. Спецагент. Статус активный. Довольная информация. Запись из предыдущего файла. Перемещенный... Перемещенный... Там 4.03. Видите, опять воспоминания, когда мы... Ну... Надо документы смотреть. Запрос Артега. Подождите. Нашли две записи. Артега Мария. Артега Юдит. Так, подробнее один. Артега Мария. Файл перемещен. Смотрите. Гальперин. Так, подробнее два. Ждите. Имя Артега Юдит. Информация в базе данных отсутствует. Обратитесь в архив. Отсутствует. Радостная музыка. Радостная музыка. Вставляем пленку. Ну да. Все. Попасть не могу. Что-то я не понял. Муза горет. Давай гореть. Вставляем пленку. вот все блин ёлы везде где можно показали прием куда можно вставить теперь нужно запустить 3d принтер что решим что это такое я не знаю эта женщина продолжает высказывать свою фантазию про загора внутри бюро и якобы имевшие место нарушения этических норм не хочу и думать какой отклик ее выемки получит если просочаться на публику так нам нужно защитить свою репутацию твою мою и всего бюро город это поднимает и готов оказать поддержку в этом щекотливом вопросе всем бюро известно что в артека чересчур охотно использует нестандартные методы пусть у нее на то есть разрешение отдела пригодных технологий мы можем это использовать если она станет все отрицать прикрепление штатов америки а давай дальше вот она тревожно звучит скрипка связи с подозрением злостным не правномерном поведении злоупотребление имущества лаборатории фбр нарушениями этических норм бюро в отношении не подлежащих свободному обращению вещества также не выполнение приказов начальства министерство юстиции провела тайное расследование в отношении специального агента юдит артега занявшие не менее трех месяцев по результатам исследования принято решение выдвинуть обвинение против агента артега по всем пунктам рекомендуем немедленно остранение от работы без компенсации безроза и бессрочный отзыв статуса и так далее чайная музыка мне нравится личный оркестр под крышу дома своего ну ладно под крышу дома своего что из нас нечет выбор разбросает где попал номинает номинает ну 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 Так, мы едем в эту компанию Как я понял Как это Domination Constructions Допустим Включается ручной тормоз В голове воркуют Шелестбейр Мы что-то должны отсюда тем самым Дело найти Как я понимаю Так, ну Вот вы-то, проще говоря Место любим Кто-то не же откроет дверь Тихо Ах, идите, Лукас Ну Отец Вот этого сына Пощечный Так, и вот мы у них Так сказать Чтобы узнать, что за хрень собачья Назлом замка Нифигатом у нее Неплохой такой Прибор Напряженная музыка Пригодится Чтобы понять, что да как Ну Друзья Над этим Эта серия окончена Пока что здесь абсолютно ничего не ясно Что происходит в данном Кингдоме Но есть Что-то такое Захватывающее Как бы то ни было Увидимся в следующей серии А с вами был канал Black Horror Всем спасибо за просмотр И всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok